С удовольствием представляю вам своего очередного гостя. У нас в гостях Алексей Лагутин, руководитель агентства недвижимости. Доброе утро. Доброе утро. Кризис, все уже привыкли жить в это тяжелое экономическое время. Что касается недвижимости, что у нас творится на рынке недвижимости, выгодно ли покупать, продавать квартиру на сейчас? Что хорошо, то рынок недвижимости, он самый оздоравливающийся. И в ситуации, когда спрос упал в прошлом году, стали снижаться цены. И цены за прошлый год на недвижимость снизились в зависимости от квартиры от 8 до 24%. И сегодня это в рублях. Вы представляете, что в долларах они упали в два раза. И сегодня на рынке недвижимости очень интересное есть предложение. Поэтому, если красноярцы сегодня, у них есть мечта расшириться на одну комнату, на две комнаты, или купить сейчас с нуля квартиру, то есть есть очень выгодные предложения. То есть сейчас самое время, чтобы покупать? Сейчас цены на самом дне. Такой период бывает обычно раз в 5-7 лет, как у нас там кризис бывает. Поэтому сейчас очень интересное есть предложение. Ну, а вот все-таки, что касается, лучше покупать квартиры новенькие, новостройки, или все-таки уже вторичку брать, как вы считаете? Вы знаете, у квартиры новой планировки, нового дома, всегда есть преимущества. Все-таки возраст его, более молодой, более новая квартира там, и высокие потолки и все остальное, конечно, здесь в этом смысле, я бы, конечно, предполагал, нашим красноярцам предлагал бы покупать новое шелье. Новое? Да. Его и продавать, наверное, или это потом? И продавать, конечно, проще потом. Вот вы сказали около 25 процентов, да? 24 процента, да, по нашим данным. Сейчас есть какие-то мнения экспертов, будет продолжиться ли вот это падение цен, или все, вот сейчас дальше уже только рост пойдет цен на квартиры? Вот по нашим оценкам, вообще оценки, прогнозы дела неблагодарные, но вот по нашим оценкам мы думаем, что в этом году цены вряд ли изменятся сильно. Будет в зависимости от сезона какие-то снижения, минус 1-2-3 процента, или повышение, где вот сезон у нас обычно осенью, сезон повышается чуть выше. Почему? Дело в том, что по устроитель, например, цены дошли практически до себестоимости. Ниже 45 тысяч рублей квадратный метр просто невыгодно строить. Это будет ниже, да? Поэтому уже ниже, сейчас цены находятся на самом деле, и самое выгодное предложение. Ну, то есть, а что касается продажи квартиры, сейчас не лучшее время, чтобы продавать, когда настанет лучшее время, чтобы продать квартиры, если у тебя есть ненужная, так сказать, квартира? Вы знаете, здесь самый важный вопрос, это справедливая рыночная цена. Если вы выходите на рынок, если вы обратитесь к специалистам, вам правильно оценят стоимость вашего жилья и приобретаемого жилья, я абсолютно уверен, что в районе 3-4 месяцев вы уложитесь в куплю-продажу. Всегда на рынке решает вопрос цены. Ну, а вот все-таки для людей, которые не совсем разбираются в недвижимости, сейчас, например, двухкомнатная квартира в центре, сколько ее адекватная цена? Вы знаете, сложно, я не буду обманывать никого сейчас, почему? Потому что в зависимости от места расположения дома, где он находится, планировка, площадь, этаж, состояние, цена будет разниться сильно. Ну, в районе, в центре города будет цена средняя, опять же, скажу, вилку, где-то, наверное, от 45 до 70 тысяч рублей квадратный метр. 45, ну, это достаточно снизились? Ну, мы снизились, конечно. Очень сильно снизились. Что касается аренды, сейчас можно ли сдать жилье вообще, есть ли спрос на аренду жилья, что в этом плане? Спрос в Красноярске всегда достаточно стабильный. Мы все-таки крупный центр, у нас достаточно много рабочих мест, и очень много у нас приезжих, конскачанцев, минусинцев, кто приезжает с нас с рабочими местами. Опять же, здесь вопрос весь секрет в цене. Есть ли адекватная цена, есть ли адекватная квартира, есть ли там мебель, я думаю, что больших проблем по средней рыночной цене сдать не будет. Средняя рыночная цена какая? Она снизилась по сравнению с прошлым годом, да. То есть, если однокомнатную можно было сдать в прошлом году, если средним беру, опять же, цену, там, от 12 до 15 тысяч рублей квадратный, о, от 12 до 15 тысяч за месяц, то теперь где-то цена, наверное, от 9 до 12, она снизилась. Дорого я снимаю квартиру, оказывается. Ну, нужно смотреть, опять же, все зависит от того, где ваши квартиры находятся, в каком месте, в какой состоянии. Ну, а вот все-таки вы бы предложили владельцам квартиры сейчас все-таки сдать квартиру или продать? Вы знаете, все зависит от того, какая у вас ситуация семейная. Если вы можете оставить этот ликвидный товар у себя и просто сдавать в аренду и найти деньги, пользоваться и оставить свои дети, ну, конечно, оставляйте. Если же у вас ситуация пришла к тому, чтобы вам необходимо продать и вложить куда-то в другое место, ну, наверное, нужно продавать. А что касается недвижимости пригорода, например, за городом, сейчас что выгоднее, купить домик небольшой за городом или все-таки квартиру в центре? Вы знаете, опять же, это будет от того, какие ценности в этой семье. Что необходимо? Мне необходимо квартиру, потому что нужна школа, тренировки, что-то еще. Если же дети выросли, возможно, скорее всего, я бы, учитывая, что еще режим черного неба, с удовольствием бы уехал за город и жил бы за городом, наслаждался бы. А вот цены на недвижимость за городом, они снизились или остались на прежнем уровне? Цены везде снижаются. Везде снижаются. Везде снижаются, да. Везде снижаются. Поэтому интересное предложение. Вот сейчас кто собирается инвестировать, кто находится в размене, кто находится в том, что в ситуации, им нужно купить квартиру на комнату больше, конечно, надо выходить на рынок и решать свои жилищные вопросы. Решайте свои жилищные вопросы, если у вас есть такая необходимость, если есть у вас квадраты в наличии. Напоминаем, мы сегодня говорили о рынке недвижимости с Алексеем Лагучиным, руководителем агентства недвижимости. Алексей, всего вам большое, что нашли для вас немного времени. Вот такой презент от кофейни Кекс и Крендель вам в благодарность. На этом у нас все. Марина, Саша, слово.